Мы продолжаем нашу прогулку по Венеции, и я напоминаю, что подробная карта нашего маршрута со всеми достопримечательностями города доступна по ссылке под этим видео. Прошлую серию мы закончили осмотром церкви Санто-Стефано. Напоминаю, мы в Сестере-Сан-Марко, а это значит, что совсем недалеко площадь Сан-Марко и дворец Дожей. А мы идем на восток, к красивейшей церкви Санта-Мария Дель-Джильо. Она названа в честь лилии, которую подарил Богородица Архангел Гавриил. Искусствоведы считают фасад этой церкви лучшим фасадом в стиле барокко в Венеции. Скульптуры, украшающие его, это не святые, а родственники грозы врагов Венеции адмирала Антонио Барбаро, который построил эту церковь, чтобы увековечить славу своего рода. Есть здесь, кстати, и его статуя, и статуи почитаемых им качеств – славы, чести, мудрости и добродетели, а также карты мест, где служил адмирал. Внутри церковь украшена несколькими картинами великих художников, включая Рубенса и Тинторетта. Справа от главного престола стоит статуя Благовещения. Колено преклоненный Архангел Гавриил протягивает Богородице Лилию – символ Благой Вести. Следующая обязательная к посещению церковь – Святого Моисея, Сан-Мойзе. У нее такой же роскошный барочный фасад с огромным количеством скульптур, часть которых даже пришлось демонтировать, чтобы конструкция не рассыпалась. Сан-Мойзе 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 Здесь погребены и три дожа Венеции. Над главным алтарем висит картина Тициана Преображения. Ее открывают только три раза в год на Рождество, на Пасху и Преображение. Есть еще одна картина Тициана – Благовещение. И да, название Сальвадор переводится как «Спаситель». Дальше по улице, возле самого моста Риалто, нам попадется еще одна церковь – Сан-Бартоломео. Принадлежала она немецкой общине, потому как недалеко располагается Фондако де Тедески. В прошлом их коммерческая штаб-квартира. Мы помним из первой части, что в Фондако де Тедески сейчас находится торговый центр со смотровой площадкой на Гранд-канал. А на площади перед церковью стоит памятник великому венецианцу, создателю современной итальянской комедии Карло Гальдони. Он, в частности, написал пьесу «Слуга двух господ». А мы прогуляемся по главному мосту Венеции – мосту Риалто. Его архитектор Антонио Понте, по забавной случайности, фамилия которого переводится как «Мост», представил проект моста на конкурс и победил именитых архитекторов того времени, включая самого Микеланджело. Мост построили здесь, потому что это самое узкое место Гранд-канала. Сейчас на нем располагается 24 сувенирных магазина с дорогими ценами. Перейдя мост, мы сначала увидим мастерскую, где изготавливали маски для фильма широко закрытыми глазами, а дальше выйдем к самой старой церкви Венеции – Сан-Джакомо-Ди-Риалто. Считается, что она была заложена 25 марта 421 года в честь основания Венеции. Также в тот день отмечалось Благовещение Пресвятой Богородицы. По легенде, церковь была возведена под началом плотника по имени Кандиото, однако из-за того, что тот хотел посвятить церковь святому Якову, Джакому, а не Благовещению, она вскоре была уничтожена пожаром. На готическом фасаде церкви, на колокольне, расположены уникальные часы с одной стрелкой, а от нее начинается знаменитый рынок Риалто. В конце площади стоит небольшая гранитная статуя 16 века, известная как Горбун или Гоббо. Граждане, недовольные действиями какого-нибудь дворянина, могли сочинить про него сатирические стихи и свободно вывешивать их на этом постаменте. От площади Сан-Джакому начинается рынок Риалто, который работает до сих пор. Пройдем через него и выйдем к церкви Сан-Кассиано. Святой Кассиан – учитель, которого убили свои ученики. В церкви находится самая лучшая картина распятия в Европе – распятие Христа, принадлежащее к кисти Тинторетто. Далее наш путь лежит через известный мост грудей. Раньше на нем женщины легкого поведения, которых здесь называли куртизанками, должны были демонстрировать верхнюю часть тела, чтобы соблазнять прохожих мужчин и одновременно перевоспитывать подозреваемых в гомосексуализме. А мы вышли на красивую Кампо Сан-Полу, где располагается одноименная церковь, давшая название этому Сестьеры. Это самая большая Кампо Венеции. Напоминаю, что площади Венеции назывались Кампо, то есть Поли. Из-за дефицита земли долгое время использовались для выпаса скота и выращивания сельхозкультур. Крыша церкви Сан-Полу изнутри имеет форму киля корабля. Внутри следует обратить внимание на картину Якоба Тинторетте «Тайная вечеря». Есть здесь и картина Паула Веронезе. Но заходят сюда ради великолепной серии картин, описывающих «Крестный путь Христа» художника Джан-Доминика Тьепола. Это сын великого Джамбатисты Тьепола. Далее наш путь пролегает мимо дома Карло Гальдони к церкви Сан-Тома. Она названа в честь святого апостола Фомы. Ее фасад украшен статуями покровителей Венеции, святого Марка и святого Теодора. Сама площадь очень любима бывалыми туристами в качестве места остановки в Венеции. А мы направляемся к сколе Сан-Рокко. И это одна из шести больших венецианских скол. Внешний ее вид завораживает. На первом этаже вы наверняка узнали классические двойные венецианские окна. Мы их видели в первой части на здании казино Венеции на дворце Вендрамин Калерджи. Большая часть интерьера сколы расписана самим Тинторетто. И как сказал Генри Джеймс, вряд ли мы найдем в другом месте четыре стены, в которые вложены столько гениальности. Вообще в сколе огромное количество великих произведений искусства, а потому обязательно ее осмотрите. Рядом со сколой находится церковь Сан-Рокко, посвящена она Святому Роху, избавителю Венеции от чумы. В церкви находятся четыре картины Тинторетто, в том числе Святой Рох исцеляет жертв чумы. А мы пойдем южнее, чтобы посетить церковь Сан-Панталон. Она стоит на набережной канала Кафа Скари, который, как вы поняли, выводит Гранд-каналу ко дворцу Кафа Скари. Церковь Святого Пантелеймона известна своим потолком, который украшен самой большой картиной в мире «Мученик Святой Пантелеймон» работы Джан-Антонио Фьюмани. После 24 лет работы над ней, когда картина была уже почти готова, художник упал с лесов и разбился насмерть. Другая интересная картина в церкви – последняя работа Веронезе «Святой Пантелеймон, исцеляющий мальчика». Возвращаемся обратно к Сколе Сан-Року и идем к уже упомянутой мной в третьей части главной достопримечательности сестеры Сан-Полу – церкви Фрари. Она легко узнаваема по этому позднеготическому фасаду, а ее полное название звучит как «Санта Мария Глориоза де Фрари». Принадлежит церковь францисканцам, на что указывает слово «фрари» – сокращение от «фратри и минори» – «малые братья» – так называли себя представители этого религиозного ордена. Кстати, город Сан-Франциско в США назван в честь Святого Франциска, основателя ордена. Сама церковь посвящена Вознесению Пресвятой Богородицы, а слово «глориоза» означает «славнейшее». Внутри церковь великолепна, и здесь похоронены многие знаменитые добродетельные горожане. Среди них художник Тициан, чье надгробие XIX века занимает второй алтарь по правой южной стене. Напротив, у левой стены, стоит монумент величайшего скульптора Антонио Кановы. Надгробие было спроектировано самим Кановой для Тициана, но в итоге эскиз был использован для увековечения памяти самого мастера. В мавзолее помещено только сердце скульптора, а сам он похоронен в посанию. Бюст Кановы обрамлен змеей вечности, а рядом со скорбящим львом находится фигура гения Кановы с перевернутым факелом, символом смерти. В римской мифологии существовали гении, личные духи человека. Затем это слово приобрело второй смысл – вдохновение или талант. Самая потрясающая картина церкви Фрари – это «Успение Марии» Тициана, расположенная над главным алтарем и заметная практически с любой точки церкви. Стоит обратить и на другую значимую его работу – «Мадонна Капезару». Но все же самым красивым произведением искусства в этой церкви является величественный триптих Джованни Беллини – «Мадонна с младенцем» между святым Николаем, Петром, Марком и Бенедиктом. Справа от главного алтаря вы увидите статую Донателла «Святой Иоанн Креститель» – единственную работу знаменитого флорентийского скульптора, находящегося в Венеции. Обратите также внимание на массивный надгробный памятник дожу Джованни Пезаро, выполненный из разноцветного мрамора в классическом барочном стиле архитектором Бальдасарой Лангеной. Перечислять все достопримечательности церкви Санта Мария Глориоза де Ифрари можно очень долго, поэтому отметьте обязательным ее посещение. Вход стоит 3 евро. Далее идем к сколе «Сан Джоанни Евангелиста». Фасад спроектировал Пьетро Ломбардо. В главном зале на потолке изображены сцены из апокалипсиса, а на стенах эпизоды из жизни святого Иоанна Евангелиста, авторов Тинторетто и Тьепало. Алтарь изображает святого за написанием Евангелия. В 1369 году скола приобрела важную христианскую реликвию – два фрагмента креста, на котором был распят Христос. Сейчас она хранится в реликварии. На стенах комнаты – символы святого Иоанна, среди которых чаша с ядом, которую он якобы выпил и не умер. В последней комнате этажа висит картина «Четыре всадника апокалипсиса», авторства Пальмы Джованни. Старик на переднем плане – евангелист Иоанн, описавший всадников в шестой главе своего откровения. Следующий пункт прогулки – церковь Сан-Джакомо-дель-Орио. Посвящена она апостолу Якову, покровителю пилигримов. Именно сюда заходили паломники перед тем, как отправиться в Испанию по Эль Камино де Сантьяго, пути святого Якова, к его гробнице в Сантьяго де Компостелло. Этот путь снова стал популярен в наши дни после книги Паоло Коэльо «Дневник мага». Вход в эту церковь найдешь не сразу. Над очень скромным порталом небольшая скульптура 17 века, изображающая святого Якова, покровителя пилигримов. Но пока посмотрим вверх. Сразу же обращает на себя внимание церковный потолок, сооруженный в форме киля, что создает впечатление перевернутого корабля, намек на то, что это храм нашего спасения. Потолку уже около 700 лет. Выполнен он из лиственницы. Одна из значимых картин этой церкви – картина Гаэтана Зампини «Чудо Марии». Сама площадь перед храмом хороша и располагает к отдыху. Она любима местными жителями, и здесь постоянно проходят праздники. А мы идем к церкви Санстая, которую видели в первой части. Построили ее в честь святого Евстафия или Юстаса. Великомученик Евстафии считается покровителем охотников. Сама церковь святого Евстафия служит семейным склепом богатой венецианской семьи Мочениго. С 14 по 18 века семь членов семьи становились дожами Венеции. Их девиз – красивая сила. Томас Мочениго – первый из семьи, занявший пост дожа. Известен обвинениями Джордана Бруно в ересе и богохульстве. На этом наша прогулка по Венеции закончилась. И вы можете на Вапарето отправиться на один из островов-спутников этого чудесного города. Джудека, Сан-Микеле, Лида, Мурану или Бурану. А я кратко расскажу вам про историю этого поселения. Своё название Венеция получила от венетов – группы племён, которые в древности населяли эту территорию. Остров находится в Венецианской лагуне. И это слово тоже родом из этих краёв. Сначала люди жили на материковой части. Затем, в 697 году, здесь выбрали первого дожа, чтобы прекратить распри. Через пару сотен лет резиденцию дожа перенесли на остров Риалто. Здесь было безопаснее, чем на материке. Ведь после распада Римской империи в этих краях было неспокойно. А уже в 11 веке Венеция контролировала торговлю между Востоком и Западом, стала серениссимой, светлейшей республикой и была очень могущественным государством. Частью Италии Венеция стала только в 19 веке. Надеюсь, вам понравилась наша прогулка по этому волшебному городу. Спасибо за внимание и отличной вам поездки в прекрасную Венецию.